Древние индийские джунгли Хищники Длинное жаркое лето Битва за выживание начинается Тайны дикой природы Индии Индия Плотность населения здесь в 10 раз выше, чем в Соединенных Штатах В среднем почти 400 человек на квадратный километр Но вдали от городов и людских толп лежит мир, который редко открывается глазам посторонних Хищники джунглей Это джунгли Центральной Индии Их возраст – миллионы лет Сегодня большие территории джунглей по-прежнему остаются нетронутыми Это дом для множества разнообразных видов животных, обитающих в Индии От медведей до кабанов От обезьян до мангустов От лесной травы до макушек деревьев От самых крошечных видов до наиболее крупных Это книга джунглей Редьярда Киплинга, обретшая плоть и кровь Джунгли – это дом для, возможно, самого красивого хищника Земли – бенгальского тигра Максимальный вес – 260 килограммов Максимальная длина – 3 метра 10 сантиметров Одинокий хищник, обладающий такой силой и хитростью, что он способен убивать с одного укуса Самые большие клыки среди всех крупных кошачьих Их максимальная длина – 76 миллиметров Но тигры – не единственная гроза джунглей Начинается сухой сезон Дождя не будет целых 4 месяца Температура достигнет 46 градусов Воды станет мало Травоядные животные будут вынуждены идти на все больший риск Просто ради того, чтобы выжить Февраль Дневная температура 33 градуса по Цельсию У водоема в самом сердце джунглей Доминирующий самец патрулирует свою территорию Закаленный в битвах, сильный и бесстрашный Он будет сражаться за этот клочок земли не на жизнь, а на смерть Тигры предпочитают охотиться у водоемов А этот водоем – самый крупный на многие километры вокруг И он привлекает к себе немало добычи Лишь он не пересыхает во время засухи Это идеальное место для засады И тигр его контролирует Он пьет сколько хочет и где хочет Это редкая привилегия для жителей джунглей В свои восемь лет Он весит примерно 220 килограммов Тигры-самцы редко правят территории больше трех лет Это второй год его короткого, но славного царствования Он помечает территорию, чтобы другие тигры знали, что та по-прежнему принадлежит ему Территория тигра может достигать 150 квадратных километров Его рык оповещает самок о его местонахождении Но также и предупреждает других самцов, чтобы они держались подальше Этот зов обладает такой низкой частотностью Что он резонирует сквозь деревья и распространяется почти на 5 километров В каждом направлении вглубь джунглей Другие самцы слышат это послание и ждут своего часа Конфликт неминуемый Однажды юные претенденты должны будут сразиться за территорию За право на спаривание и на добычу А эти джунгли богаты добычей Любимая добыча тигра это индийский зомбар Зомбар, максимальный рост 150 сантиметров в холке, максимальный вес 270 килограммов Это крупнейший олень в Индии Один взрослый зомбар сможет прокормить семью тигра в течение недели В джунглях редко можно увидеть больше, чем на несколько метров Поэтому зомбары полагаются на другие органы чувств Они обладают крайне острым обонянием Могут учуять хищника более чем за полтора километра А их уши могут поворачиваться, чтобы улавливать малейшие звуки Угол поворота 180 градусов Мягкие подушечки лап помогают тигру почти бесшумно передвигаться по лесной почве При первом запахе, виде или звуке опасности Зомбары дают сигналы тревоги и бьют копытами Для этого одинокого хищника укрытие – это все В книге джунглей Киплинга самый большой страх вселяет не тигр, а красный волк Индийская дикая собака Красные волки живут стаями до 40 особей Красный волк – максимальный вес 18 килограмм Они в 10 раз мельче тигра Но побеждают благодаря тому, что охотятся всей стаей Общаясь друг с другом при помощи лая и свиста Красные волки могут заполучить добычу весом до 200 килограммов Они часто раздирают ее на части и пожирают прямо живьем Говорят, что они нападали даже на тигров и убивали их Сильные социальные роли создают иерархию внутри стая Которой руководят доминирующие самец и самка Только они могут размножаться От стаи отделилась одна пара и уединилась неподалеку Это единственный для них способ размножаться и растить собственное потомство Это очень рискованная стратегия Так как они теряют преимущество охоты в стае Им будет трудно убить добычу Они начали свою независимую жизнь Помечая территорию довольно примечательным способом мочеиспускания Сеть лесных тропинок позволяет им легко и тихо передвигаться Получая в этом преимущество над своими возможными жертвами Но охотиться в лесу полном ушей и глаз Никогда не бывает легко Пара чибисов, гнездящихся на земле Подают сигнал тревоги Они не отстают и кричат на красных волков, пока те не уходят Крики чибисов стревожили других животных и птиц Чибисы возвращаются к заботе о своих неумеющих летать птенцах Обезьяна лангур питается фруктами дерева мадука Олень Аксис пользуется не только неряшливостью лангоров в еде Но и их наблюдательными пунктами Хорошо иметь союзников наверху Юная пара красных волков замечает потенциальную жертву Когда вокруг так много бдительных глаз, ушей и носов А поддержки стаи нет Охота – дело не простое Март Дневная температура 38 градусов по Цельсию Раннее утро – это основное время питания многих травоядных, живущих в джунглях Олень Аксис пасется на открытых пространствах в безопасном удалении от засады Замбар помечает территорию, оставляя свой запах на нижних ветвях деревьев Мунджак – это старейший вид оленей на Земле Антилопа нильгау – это крупнейшая азиатская антилопа Гаур – самый крупный дикий рогатый скот во всем мире Максимальный рост – 220 сантиметров Максимальный вес – 1,2 тонны У этих огромных, мускулистых быков очень мало естественных врагов Гауры похожи на американских бизонов Но они родом из Индии Они пасутся до 8 часов в день Рассказывают, что гауры бывало насмерть затаптывали жителей деревьев И даже убивали тигров Сигнал тревоги их настораживал Молодая олениха Аксис остается на месте Олени Аксис бегают быстрее тигров У тигра максимальная скорость 55 км в час У Аксисов максимальная скорость 65 км в час Пока тигр не подберется на расстоянии 15 метров от оленя Нападать бессмысленно Субтитры создавал DimaTorzok Кигр продолжает звать самку Юная тигрица лежит в зарослях бамбука Она не просто отдыхает в прокладе У нее тигренок Каждый третий тигренок погибает во время первого года жизни Большинство становятся жертвами детоубийств Самцы тигров убивают тигря от зачатых другими тиграми Чтобы их матери снова смогли забеременеть и были готовы к спариванию Но сейчас эта тигрица и ее детеныш находятся в безопасном укрытии Неподалеку играют тигрята постарше Более любопытные и наивные Их матери гораздо труднее их спрятать Бурное поведение тигрят привлекает внимание самца У самцов тигра может быть несколько пометов по всей территории Если это не его детеныши, он их убьет Игрята приветствуют своего отца Он помечает территорию, прежде чем прилечь рядом с ними На лесной почве лежит толстый покров из листьев Маленькие лесные санитары трудятся над его очищением На жаре фрукты дерева Мадука бродят И в них вырабатывается спирт Лангуры объедаются ими Далее следуют сцены, происходящие в барах всего мира Они напиваются Начинают бузить Дерутся И засыпают Маленькие лесные санитары Апрель Дневная температура 43 градуса по Цельсию Температура продолжает подниматься И вода в мельчающих водоемах становится все более ценной Вместе с этим растет и власть доминирующего самца У власти есть свои привилегии Прежде всего это право на размножение Его зов был услышан Молодая тигрица явно проявляет интерес Поиск пары ведется на всей территории Джунгана Разгоряченные от гормонов и всплесков тестостерона Самцы оленя Аксиса должны сражаться за право спаривания Чтобы доказать кто здесь главный Они бьют копытами Роют землю рогами И демонстрируют себя С важным видом Прохаживаясь друг вокруг друга Если это не действует Они начинают сражаться Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Этот самец в превосходной форме Но удержаться на своем месте Работа не из легких Проигравший олень Уходит зализывать раны Победителю достаются трофеи Но его правление может длиться всего один сезон Даже меньше чем у тигра Он ходит среди стада И нюхает воздух В поисках самок Готовых к спариванию Во время брачных игр Олени Аксис почти не уделяют Внимание охране В конце концов У молодой пары красных волков Есть возможность Поймать добычу Они решают напасть не на юного оленя А на взрослого самца Рога мешают ему во время погони По густым зарослям джунглей Редактор субтитров А.Семкин Такой добычи паре красных волков Хватит на целую неделю Но чтобы сохранить ее Им нужно опасаться тигров Наш доминирующий самец Большого водоема По-прежнему проводит время Со своей самкой Тигры и ягуары Это единственные крупные кошачьи Которые любят воду И проводят в ней много времени Когда приходит жара У этой пары есть возможность Выбрать лучший водоем для купания И они принимают ванну Глубоко в джунглях Юный самец Тоже сумел привлечь самку Но этой паре Нужно держаться тайком И они притаились В более мелком пруду Этот водоем Скоро высохнет И им придется искать Другое место Но пока они могут Спариваться в безопасности Скрытые в самом сердце джунглей Наш большой самец Возвращается в тень Вместе с самкой Ухаживание тигра Длятся несколько дней Они будут спариваться До 50 раз в день Их встречает Шквал стрелкота Сиренада цикад Это самый громкий звук В мире насекомых Звук достигает 110 дБ Такой же по громкости Звук издает бензопила Щелкая по мембране Расположенная с обеих сторон тела Самцы поют Чтобы привлечь самок Это создает звук Который усиливается Проходя по их телу На каждом дереве Могут сидеть сотни цикад А во всем лесу Их может быть сотни тысяч Они создают Такой мощный шум Что он отпугивает птиц Которые иначе С радостью бы на них охотились Самки выбирают себе Подходящего самца Развлечая его Уникальную манеру пения В этом монотонном шуме Цикады питаются Делая проколы в коре И пьют сок Текущий под корой Они извлекают сахар И выделяют излишек жидкости Орошая нижние ветки деревьев Май Дневная температура До 45 градусов по Цельсию Середина лета Дождя не было уже 4 месяца И не будет еще 2 Высыхающие водоемы привлекают Как хищников Так и их добычу Лангуру ждут Пока тигрица напьется И отдохнет А потом посылают разведчика Лангуру Лангуру Это основная пища тигров Поэтому они сильно рискуют Придя на этот водопой Один из них всегда стоит в карауле Игрица возвращается вместе со своим детенышем Субтитры создавал DimaTorzok Затем приходят еще трое тигрет Ей 3 года И это ее первый помет В среднем тигрица выращивает за свою жизнь 12 тигрят Они остаются с ней Пока не достигнут двухлетнего возраста Субтитры создавал DimaTorzok Присматривать за четырьмя тигрятами Нелегкая задача для матери Первые 6 месяцев ей нужно хорошо питаться Чтобы иметь достаточное количество молока Затем следующие 18 месяцев Ей нужно охотиться Чтобы прокормить себя и их Если она не поймает добычу Голодать будет не только она Тигры редко упускают возможность поохотиться Отлично замаскированная в высокой траве Она следит за добычей Стадо аксисов слишком далеко Чтобы нападать Внезапно она замечает движение на краю леса Игрица, у которой есть маленькие детеныши Никогда не теряет бдительности Ее челюсти как тиски И сжимаются на шеи молодого оленя Это небольшая добыча Он будет съеден быстро Июнь Дневная температура 39 градусов по Цельсию Конец лета И по-прежнему ничего не предвещает дождя Сухой сезон жесток Пересыхают все крупнейшие водоемы Лужи стали слишком мелкими Даже для угрей и самов И желтые цапли быстро все подчищают Осталось всего несколько мест для водопоя И там толпятся травоядные животные Некоторые расслабляются в грязи Грязь защищает от солнца И от вездесущих кусачих насекомых Чибисы по-прежнему отдают все силы На защиту своих птенцов Крупная стая красных волков Обнаруживает свое присутствие Молодая пара чипенцев Держится особняком Они любой ценой Хотят избежать конфликта со стаей Нехватка воды делает атмосферу напряженной По мере пересыхания водоемов Все больше и больше тигров Собирается на небольших территориях Собирается на небольших территориях Происходит короткая, но решительная схватка Напавший ложится на землю в позе смирения Принимая поражение Победитель уходит, чтобы вернуть себе Свою территорию Трик-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-кер-к Крики павлины и питты предвещают приход дождя. Сначала это всего несколько ливней. Но уже через пару дней начинает ощущаться рост новой жизни. Ливни становятся все более сильными и частыми. Дзунгли преображаются. Июль. Это снова уголок изобилия. Дневная температура 30 градусов по Цельсию. Изобилие травы для зомбаров, аксисов и гауров. Изобилие фруктов для ламгуров. Изобилие добычи для тигров и красных волков. Доминирующий самец удержал свое положение и будет править еще один сезон. Его самка беременна и примерно через месяц принесет потомство. Пара красных волков не только пережила свое первое совместное лето вне стаи, но и принесла на свет троих щенят. Их стая растет и охотиться в следующем году будет уже легче. То, что Киплинг написал в книге джунглей, вымысел. А это реальность. Эта история непрерывно продолжается уже тысячи лет. И каждый ее эпизод чудесен и вдохновляющий. Продолжение следует...